Приветствую всех на канале Пернатый Дозор. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас получается 21 февраля 2022 год. И как многие писали, попробовать, что получится, если к галашейкам посадить петуха с цветным яйцом. Так вот, на постоянную, ну как сказать, на постоянную, пока на постоянное место жительства заехал к нашим галашейкам петушок Синсиндянь. Вот такой вот, смотрите, Петя стоит, смотрит. У нас получается, значит, галашейек 6 штук и с ними Петя Синсиндянь пока будет жить. На временном пребывании с ними жил петушок Виандот. Вот, как сказать, гислокацию сегодня он сменил. Наконец-то уехал в новый дом, к новым дамам, к Викторовне в Оренбург. Викторовна, если смотришь, привет большой. Брали мы его в Бузулукин, забирали, чтобы переправить Викторовне в город Оренбург. Ну вот он у нас практически недельку прожил и сегодня пошла в сторону Оренбурга машина. И он у нас уехал. И сюда я сразу хотел подсадить еще до Виандоты Синсиндянь, но не стал подсаживать, чтобы они друг друга не калечили. И Виандот прожил эту недельку здесь с галашейками. Посмотрим обязательно, что получится. При нормальном раскладе к концу марта, следующую инкубацию будем планировать. На конец марта обязательно будем собирать яйцо от них. И поглядим, что будет. Как говорят многие, что если галашейкам посадить петуха... Ну я уже вот видел неоднократно на такие ролики, как мараны сидят с галашейками. Называют там их гресмаран. Кто на что гораст. Ну а мы посадили петушка Синсиндяньку. Потом обязательно, когда уберем Синсиндяньку, уже посадим петушка галашерного. И будут, я думаю, у нас галашейки. По яйцу галашейки многие спрашивают, а есть ли на продажу. Но сегодня пообщался как бы с людьми. Это не порода. Как видите, как знаете, галашейка французская. И вероятность того, что будут галашейные цыплята, как бы, ну 50% составляет. Поэтому сейчас курешки начали нестись. Несутся стабильно 2-3 яйца в день. И посмотрим. Проверю оплот. Обязательно. Следующую инкубацию вот буду закладывать на конец февраля. Сейчас собираю просто яйцо еще от прежнего хозяина, от Лехи. Там они сидели с черным австроворпом. Леха, привет, если смотришь. Заложим, посмотрим, что получится. Хотя бы просто ради интереса, будут ли галашейки. Ну, я думаю, что будут, так как Леха закладывал от них яйцо. И выходят черные галашейки, то есть как австроворка. Поэтому в середине марта я уже, наверное, дам отмашку, как микс о продаже галашейных яиц. От галашейных кур. Вот так вот. Но сразу, конечно, буду предупреждать. Если неправильно говорю, поправьте меня. Что вероятность не стопроцентная, что у вас будут галашейные цыплята. Себе я, конечно, буду оставлять галашей. Пока намиксуем, что посмотрится. Это вот такое новое задание. Сначала Син-Син-Дяньку, потом можно будет и Амирукашу посадить к ним. И так и посмотрим, что у нас получится. Вот такой вот Петенька. Син-Син-Дянь мы брали рыжую у Вадима. Канал Породная Кура Оренбуржа. Дядь Вадим, тебе тоже привитосины большие. То есть петушок у нас оттуда. Напомню, у нас одна курочка и два петушка получилось. Вот такая вот, смотрите. Динозаврик вот такой подошел посмотреть. Именно прям в камеру. Поэтому думаю, что можно. Так как многие просят, можно, наверное, объявить будет о том, что... Вот он, Петя, Петя, молодец, Петюшка. О том, что будут у нас галашейные яйца на продаже от галашейных кур. Вот так вот. Ну, вот такое вот небольшое кино. Так что все. Кто просил меня поэкспериментировать? Еще раз напомню, 21 февраля старт эксперимента начался. Всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.